Молоко, ряженка, йогурт, сыворотка и даже кумыс. Ульяновские сельхозтоваропроизводители не перестают удивлять покупателей новой продукции. С ассортиментом индийского потребительского кооператива Инзамолпром на днях познакомился губернатор Сергей Морозов. Кооператив был создан три года назад и занимался закупкой молока у населения. За это время индийцы получили грантовую поддержку в размере 10,5 миллионов рублей. Положили и собственные средства. На эти деньги закупили оборудование для переработки молока, расширили производственную базу, проработали ассортимент. Сейчас в продовольственном арсенале молоко, кисломолочные продукты, творожные изделия. Последняя разработка – кисломолочная сыворотка и квас на ее основе. Есть, оказывается, масса рецептов. Сыворотка очень полезна для агретического питания. Во-первых, там нет вообще жира. И для пищеварения, для желудка, для кишечника самый полезный продукт. Но, если к нему добавить, еще немножко сахара, дрожжей, немножко меда – великолепный тонизирующий напиток. На данный момент в кооператив входят 14 личных подсобных хозяйств, 6 крестьянско-фермерских хозяйств и 2 сельхозорганизации. Продукцию кооператоры реализуют в торговых сетях Ульяновской области. Наш регион – один из передовых субъектов, где реализуется федеральный проект создания системы поддержки фермеров и развития потребительской кооперации, который входит в нацпроект «Мало и среднее предпринимательство». Это отметили и коллеги из Республики Татарстан, которые работали в области всю прошлую неделю. Большая делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия работала с Ульяновским центром компетенции по развитию сельской кооперации. «Татарстан является третьим субъектом Российской Федерации по производству валовой сельхозпродукции и более 50% валовой сельхозпродукции приходится на долю малых форм хозяйственных – это личные подворья и крестьянско-фермерских хозяйств. Поэтому вот те подходы, которые сегодня были приняты в порядках финансирования уже Ульяновской области, для нас они вызвали интерес». Коллеги также оценили работу индийских кооператоров и отметили, что всего за три года благодаря господдержке фермеры смогли достигнуть впечатляющих результатов.